Привет, здесь Техноенот и его команда. 21 мая состоялось событие, которое наша команда ждала целый год, а именно состоялся масштабный парад ретро транспорта в Санкт-Петербурге. Конечно, самое главное это то, что северная столица подарила всем участникам и зрителям чудесную весеннюю погодку. Ведь в Питере как только начинается интересное мероприятие на открытом воздухе, так сразу дождь, ветер и прочие атрибуты питерской погодки. А тут такая красота, я даже умудрился обгореть на весеннем солнышке. Надо сказать, что парад уже можно сказать традиционный и третий по счету, а поводом для проведения стал день рождения нашей северной столицы. Ретро техника стартовала из разных точек Петербурга и собралась в одном месте на инженерной улице. Мы конечно не считали общее количество ретро мобилей, но организаторы заявили то ли 125, то ли 145 машин, среди которых автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили. А организатором мероприятия является компания Пассажир Автотранс. Скажем ей за это большое спасибо! Ретро автобусы стартовали на Прибалтийской площади и пока они собирались можно было их хорошенько рассмотреть без большого количества посетителей. Техника двигалась по Васильевскому острову Петербурга через дворцовый мост по Невскому проспекту радуя горожан и гостей города. Далее колонна прошла по Суворовскому проспекту и вернулась на Садовую улицу. Соответственно своими маршрутами двигались легковые ретро автомобили и своими маршрутами ретро трамваи. Ну а некоторые счастливчики прокатились по городу внутри раритетных автобусов. На инженерной улице собрались и автобусы и трамваи и троллейбусы, а также раритетные ну и не очень легковушки. Хочется сказать что места хватило всем участникам, но думаем что на будущее организаторам необходимо подбирать площадку побольше. Интерес к ретро бараду растет как среди участников так и среди зрителей. А зрителей было очень много, можно сказать яблоку негде было упасть. Захочешь поснимать новый беспилотник в отрешка, так он постоянно облеплен детишками и взрослыми. Дети активно осваивали технику изнутри, а взрослые снаружи делали фотографии и селфи. Ну разве можно отказать себе в удовольствии и не сфоткаться с красавчиком и карусом люкс? Правда фотографироваться очень было тяжело, так как народу было очень-очень много. Ну это я уже сказал. Редактор субтитров А.Семкин Ну а кто-то забирался в автобус, занимал местечко и вспоминал как 10 или 20 лет назад, катался каждый день на учебу или работу в Лиазике или Карусе. В общем парад ретро транспорта состоялся. Просто посмотрите еще несколько кадров, а техноенот и его команда говорит вам спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok